В 2017-2018 годах многие китайские технологические компании запустили криптовалютные блокчейн-игры в духе CryptoKitties. Однако теперь, когда инвесторы этих виртуальных любимцев вылетели в трубу, эти игры фактически прекратили свое существование. Игра CryptoKitties, криптокотята, была запущена в 2017 году, и она положила начало увлечению блокчейн-играми, которые позволяли людям покупать и продавать этих виртуальных животных. В настоящее время расплодилось более миллиона виртуальных кошек на различных блокчейнах. Однако после CryptoKitties появлялись цифровые собаки, кибер-кролики, крипто-альпаки, лягушки и роботы, многие из которых теперь представляют лишь клочья одного из самых быстрых технологических пузырей, который когда-либо видел мир. В CryptoKitties у каждой кошки есть свой уникальный внешний вид. Однако вряд ли они теперь ценные, несмотря на свою уникальность. Технологические компании Китая постарались немедленно извлечь выгоду из этой игровой тенденции, но даже самые большие игры не смогли продержаться долго. Многие игроки-инвесторы, которые тратили на цифровых питомцев свои кровные, обожглись, когда лопнул этот быстрый пузырь. Один китайский инвестор из Шанхая купил виртуального поросенка BitPic за 14 долларов 200, подавшись на агрессивный промоушн и обещание стать миллионером. Однако в конце июля 2019 года он обнаружил, что эта платформа больше не работает, и его инвестиции пропали. Этот хайп заставил тысячи таких людей инвестировать в криптовалюты и блокчейн-проекты. При этом технология блокчейн показала, что прекрасно работает в любой индустрии, включая игровую. Но как виртуальные питомцы могли иметь такую ценность? Блокчейн позволяет использовать в играх преимущества цифрового дефицита. Например, питомцы в CryptoKitties уникальны и не могут быть воспроизведены именно за счет того, что это достигается средствами технологии блокчейн. Использование блокчейна Ethereum также означало, что есть ответ на вопрос о том, кто владеет тем или иным уникальным питомцем. Таким образом, кошки уподоблялись уникальным физическим предметам коллекционирования. Однако рост количества предметов коллекционирования также означал рост числа коллекционеров, желающих разводить интернет-кошек за магические интернет-деньги. По мере роста пузыря некоторые CryptoKitties продавались за более чем 170 долларов 000, а вслед за CryptoKitties появились десятки аналогичных игр на других блокчейн-платформах. Кто-то заплатил 14 долларов в 200 за одного из этих плохо нарисованных свиней. Ранние покупатели котят действительно думали, что разбогатеют, и это подст. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.